сегодняшний наш выпуск посвящен полностью проектированию я же за основу возьму вот этот вот проект мне нравится что он такой пузатый но вот понравился вот эта часть пойду сейчас к дизайнеру я вижу что здесь есть какие-то недоработки ты думай пока с планировкой я пойду к николаю мы с ним посмотрим финансовую часть стройки деньги должны выделяться постоянно готова 3d модель и смотрится все это очень неплохо прям бальзам на душу всем привет сегодняшний наш выпуск посвящен полностью проектированию меня очень часто просят друзья знакомые в инстаграме пишут на ютубе обращаются дима расскажи вообще как создавался проект покажи проект из чего он состоит и так далее поэтому я собственно решил сегодня снять такой ролик про то как вообще создавался этот проект из чего он состоит какие были подводные камни вообще рассказать в целом об этапности проектирования дело в том что я не исключение и это этапность проектирования которая создавалась годами она и для архитектора в том числе то есть я не могу ее нарушить поскольку тогда начнутся вылазить какие-то ошибки или настройки или при проектировании поэтому я собственно как и нашим заказчиком так и собственно себе делаю по одному и тому же принципу по одним и тем же этапом первого на первое всегда покупается участок да то есть без участка проектирования дома это так себе затея потому что дом очень сильно зависит от того где он будет находиться как вы знаете я себе купил очень нестандартный участок площадью шесть соток пятьдесят четыре метра в длину до внимание многие мне позавидуют скажут нифига себе какой классный участок на 11 метров ширину то есть все сразу скажется фигня какая-то да очень нестандартный участок но вместе с тем и нестандартный дом я вообще призываю заказчиков до покупки участка обращаться к архитектору для того чтобы он уже мог сразу до покупки накидать какую-то концепцию накидать какую-то такую простую планировку чтобы понять вообще какой там получается дом формы площадью и так далее дальше мы переходим к тому что имея участок нужно определиться с параметрами будущего дома первое это безусловно площадь нужно понимать какую вы хотите площадь возможно такая площадь вообще не получится у вас на участке поскольку существует такой тезис как красные линии то есть границы от которых нужно отступить определенное количество метров например там от линии электропередач от железной дороги от леса от проездок от дорог дело в том что от дороги нужно отступать 5 метров да в каких случаях 3 метра то есть там ну совершенно по-разному так вот я это к чему говорю потому что это сильно влияет на площадь дома поэтому первый параметр для нас это площадь дома второй параметр это соответственно сам участок со сторонами света где у нас находится север где у нас находится юг как двигается солнце где находятся соседские дома где находятся какие-то видовые зоны например лес какой-то прудик да там что-то приятное что мы хотим видеть ведь если мы имеем такой небольшой узкую такую видовую часть она называется виста да в архитектуре то есть узконаправленная такая вот часть то соответственно мы весь дом тоже должны направлять туда и вот как раз в моем случае эти 11 метров выходят к лесу я соответственно самой красивой частью я должен смотреть на лес вот ну и третий параметр с чем работает обязательно архитектор это стилистика дело в том что стиль я хотел получить современный моя семья тоже просила этот стиль ну во первых из-за того что современный стиль можно сделать не очень дорого да то есть это важный параметр для нашей семьи это невысокий бюджет и более того я хотел совместить что-то такое знаете сделать необычное но как себе архитектору да сделать то что уже там много раз видел мне очень всегда симпатизировал стиль барнхаус это такой ну как переводится дом-сарай да такой сарайный стиль такой геометрия я что-то хотел взять оттуда именно современную форму но при этом преобразить чтобы это было более минималистично динамично уж очень я люблю асимметрию хотелось добавить какой-то такой перекос динамики и при этом все это направить на лес таким образом первый этап это эскиз скетч так называемый да то есть какой-то набросок набросок создается архитектором для того чтобы понять просто визуализировать свою идею то есть те идеи которая находится в голове очень даже кстати удобно на практике когда приезжаю к своим заказчиком рисую какой-то скетч показываю и сразу получаю обратную связь они говорят дим это не нравится или нравится вот это дело в том что в наше время чистых стилей практически не существует каждый заказчик хочет что-то смешать так называемая эклектика это эклектика она не поддается какому-то описанию но и эти элементы когда они видны на бумаге то уже становится понятно что хочет человек да вот так и я взял в руки карандаш сейчас взял лист бумаги сейчас попробую набросать такой скетч посмотреть что получится какие-то моменты допилить там доделать и уже увидеть то что я хочу получить из своего дома а и 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 нарисовано например здесь такой очень интересный вариант мне он очень нравится сбоку но здесь например не зашел тем что это как-то немножко старомодно на эти двухтысячные когда вот такие дома с такими большими окнами обрамленные стенами и плитами сверху донизу ну как-то вот уже немножко отходят то есть такого слишком много всего было хотя например боковой фасад мне такой вот очень нравится особенно понравилось обрамление окон что она такой находится как бы в асимметричной нише при этом его можно сделать таким ярким цветным красными или каким-то синим каким-то оранжевым цветом ну вот собственно для этого и нужно рисовать много эскизов потому что на основании этих эскизов что-то берешь отсюда что-то берешь отсюда я же за основу возьму вот этот вот проект сейчас мы отправимся в архитектурное бюро в саму глубь студии где находятся архитекторы дизайнеры инженеры вот и мы с архитектором все это вместе простроим в 3d посмотрим уже в масштабе посмотрим какая получается планировка и уже какие-то вот эти фишки с эскизов перенесем туда за визуализируем и получится классная архитектура ну что двигаемся познакомьтесь с архитектором николаем рыбаковым я собственно сейчас к нему иду и мы поговорим о моем доме вот я сделал несколько набросков несколько эскизов вот сейчас я тебе покажу что мне нравится что не нравится ты пожалуйста расскажи вот что у нас с участком вообще какое получается пятно и здесь отступы расстояние участок у нас получается почти 6 соток почти до 6 соток от границы отступаем 3 метра дом по площади получается у нас 160 квадратных метров так вот смотри здесь у нас находится слева лес я в этом месте предлагаю оставить больше расстояния для того чтобы я здесь мог какие-то крупномеры посадить то есть какие-то березы может быть ели чтобы но все-таки перед окнами которые я планирую сюда разместить чтобы было побольше воздуха побольше леса вот таким образом у нас справа сколько остается у участка здесь три сотки получается или поменьше как сейчас мы посмотрим у нас получили две сотки 241 метра то есть два и четыре сотки то есть по сути пол участка у нас свободно то есть в этом месте я могу сделать какой-то сад так хорошо по поводу вот этой стилистики смотри вот мне здесь мне нравится что он такой пузатый но вот понравилась вот эта часть да вот можешь показать 3d модель уже в другом проекте так ну вот она эта форма то здесь в принципе мне очень нравится как она сейчас получилось мне в архитектуре очень хотелось чтобы получился минимализм да нужно было чтобы меньше всяких углов изломов было но при этом присутствует асимметрия и поэтому я помнишь просил чтобы линии были чистыми и вот здесь в случае с этим фасадом вот когда мы его вот так вот сечем получается что плоскость вот этих стенок верха она как бы усечена одной линии получается вот это вот очень классно поскольку вот со стороны несмотря на то что асимметрия но читается такой вот какой-то единой плоскостью вот это вот очень круто смотреть что опять же хотел отметить вот смотри из проекта который ты замоделировал это то что ты учел мне вот нравятся вот эти как раз окна с вот этими фасками ты их сделать цветными то есть прям ну реально смотрится так необычно согласись для дома когда присутствует цвет такой яркий это смотрится очень насыщенно и собственно мы сейчас посмотрим какая получается планировка вот расскажи что у тебя получилось значит у нас вход в дом ориентирован с северной стороны гостиная с зоны кухни столовая при входе тут же мы попадаем в гардероб лестница совмещенная с вторым этажом гардероб под лестницей гардероб под лестницей да да вот с правой стороны у нас зона ну как техническое помещение там котельная да котельная санузел банный комплекс с душевой и спальня ну мы сейчас обсуждали что там в этом месте можно сделать спа-зону да есть часть технических помещений уменьшить туда сделать бассейн вот но как первый вариант был вот такой замоделирован когда там находится спальня окей можешь включить второй этаж что там на втором этаже у нас три спальни одна хозяйская с гардеробом поднимаемся то есть сразу слева в отдельном крыле спальня это классно вот рядом с ним у нас предполагается разместить небольшой бассейн с видом на лес также с выходом на предполагаемую веранду с правой стороны у нас как раз таки ванна и комната большая душ ванна все необходимое и две спальни вот одна с видом на задний двор на большой ну там где у нас собой сам красота и то есть можно сделать также балкончик где можно выйти спокойненько там допустим прости досуг время посидеть короче отдохнуть ага да ну разумеется каждой спальне свой гардероб обязательно чем больше гардеробов тем лучше говорят что все будет завалено захламлено так и есть но когда некуда даже куртку повесить или там рубашку то это вообще провал иметь дом там 200 квадратных метров и некуда повесить одежду так ну что колян давай отправляет на печать я в свою очередь пойду сейчас к дизайнеру к ксении мы с ней эту планировку разберем и она предложит какие-то улучшения которые можно сделать и бросай на печать так представляю вам ксению крюкову нашу главного дизайнера нашу главного дизайнера на интересно звучит сейчас я подошел к сении мы сейчас нашу планировку разработаем посмотрим что можно переиграть потому что классно что дом еще не построен а связка архитектор плюс дизайнер позволяет нам сейчас под планировку необходимое пространство переработать что-то поменять возможно какие-то убрать окна двери какие-то перегородки передвинуть это будет очень круто тебе нужно посмотреть то что предложил николай по проекту да я вижу что здесь есть какие-то недоработки вот мне не нравится вот эти углы какие-то в коридоре не нравится что нет тамбура может быть можно как-то там немножко отзонировать ну и более того сейчас у любого архитектора всегда же да есть такая штука что помещение есть помещение большое ну а там уже заказчик как-нибудь сам мебель многофункциональная да да оно если оно большое то там все и так влезет и как бы не обязательно заморачиваться соответственно посмотри что можно здесь сделать потому что у меня уже глаз своим домом замылен когда смотришь да чужой дом всегда хочется там все улучшить убрать какие-то коридоры да как мы с тобой любим здесь же такая ситуация что уже немножко глаз замылен я уже там постоянно присутствую на стройке люди очень просят показать им проект поэтому нужно его доработать чтобы можно было ну как бы добротно использовать пространство чтобы каждый квадратный метр использовался чтобы не было каких-то вот этих вот уступов углов каких-то маленьких комнат туалетов при этом я хочу увеличить сауну хочу сделать санузел на первом этаже больше потому что он у нас будет единственный и у тебя здесь нет прачки да обязательно сделай прачку потому что но я сначала думал его где-то здесь там какую-то нишу задействовать но лучше если будет отдельная какая-то комната или может ниша вот и собственно проработать саму кухню гостиную столовую чтобы у меня был там большой диван телевизор столовая зона там собрать всех друзей там все это чтобы это было красиво повесить какую-то красивую люстру ну и собственно большая кухня большая семья большая кухня так а по второму этажу смотри здесь получается всего три спальни я все-таки подумал мне хотелось бы чтобы было четыре вот более того зона джакузи мне кажется для такого небольшого дома слишком пафосная большая я думаю ее можно немножко сократить второй свет в принципе меня устраивает он как бы все здесь в общем ты думай пока с планировкой я пойду к николаю мы с ним посмотрим финансовую часть что собственно самое главное в любой стройке принято давай и подходи познакомьтесь это финансовый директор николай мельников здравствуйте он расскажет какие существуют на сегодняшний момент траты где мы вылезли из бюджета а где все в порядке а я тем самым продолжу пока заниматься 3d моделированием дома приветствую вас уважаемые зрители сейчас мы упираемся соответственно в жесткие рамки финансов да и рассмотрим какие же у нас расходы на сегодняшний день по нашему проекту да то есть отдельно у нас есть участок отдельно у нас есть дом и все что с этим связано вот что касается вообще в принципе как бы финансов да ну бы хотел просто напомнить все людям которые вот собираются покупать участок строить дом что естественно я бы сказал что нулевым этапом нужно понимать что стройке деньги должны выделяться постоянно и равномерно да то есть деньги должны ну как бы на этапе покупки земли нужно уже иметь по крайней мере 80 процентов суммы на стройку до чтобы потом просто не встрять и сказать что строителям за ребят у меня нет денег или на материала нет денег ребят извините расходимся да ну как бы потому что на нашей практике на многолетней уже много чего случалось поэтому соответственно призываю вас точнее подходить к именно космичиванию да то есть обращаться к профессионалам которые вам не только посчитают приблизительный план но и дадут четкий прозрачный отчет по расходам что же получается у нас прошло уже практически вот четыре месяца с момента приобретения участка относительно планируемых расходов мы вылезли только по одной статье да эта работа с участком поскольку у нас участок находится существенно ниже дороги соответственно это все надо было подсыпать утрамбовый тут работа проводилась достаточно большая вот на все на это мы ну реально не закладывали денег по факту потратили двести семь с половиной тысяч рублей это статья у нас пошла в рост как многие зрители говорят дешевизна участка компенсируется затратами по работе с ним да то есть на самом деле ну это далеко не так поскольку на участке мы сэкономили достаточно хорошо в районе 700 тысяч рублей да а соответственно потратили мы чуть-чуть за 200 тысяч рублей поэтому чистая экономия у нас оказалось 500 тысяч рублей и на тот момент когда мы выбирали данный участок мы понимали что естественно как бы он сложный он в резине поэтому с ним придется работать и на него придется как бы потратить как ему дополнительные средства вот то есть на текущий момент что мы имеем давайте остановимся просто на существенных статьях да значит первое это участок с оформлением да понятно что помимо приобретения участка ведут расходы по его оформлению да то есть заре регистрация в росреестре вот у нас получилось соответственно 2 миллиона триста восемьдесят тысяч дальше подключение электроэнергии на участке обязательная статья понятно без этого никуда это как бы перво-наперво вообще было сделано 120 тысяч рублей существенная статья далее как бы всегда есть сметах и как бы по факту всегда на присутствует это подготовительные работы да то есть бы подготовительные у нас работы 101 тысячи рублей вышло то есть это и бытовки и завоз плит и работой грунт и так далее далее обычная выравниваем то есть ну как бы стандартизированная бы сказал в любом случае выравнивание участка она вышла у нас 120 тысяч рублей то есть всего получается на работу с участком вот так вот если сложить как бы в нашем случае мы потратили триста двадцать шесть с половиной тысяч рублей да ну существенная сумма но такие как я сказал все равно мы выиграли за счет стоимости участка далее apple на забор как бы всего затрат произведено четыреста девяносто тысяч рублей на фундамент пятьсот тридцать тысяч рублей на септик со всеми работами с септиком с привозом и так далее сто восемьдесят восемь тысяч рублей дренаж отдельно мы также выделили поскольку ну кто-то может делать кто-то не делать но мы всегда советуем это делать поскольку как бы это сэкономит нервы в будущем да то есть и придаст что называется вашему дому много лет жизни дополнительно да отдельно дренаж получился у нас шестьдесят две с половиной тысяч рублей на скважину мы потратили ну на скважине честно скажу достаточно неплохо сэкономили потратили всего 236 тысяч рублей да то есть средняя цена на сам который мы рассматривали по скважине в районе трехсот двадцати тысяч рублей стоило да то есть и как бы подрядчики где-то везде пытались сэкономить вот мы же выбрали нормальных подрядчик с нормальными материалами вот и в общем то неплохо сэкономили на бассейн ну бассейн понятно существенная статья затрат отдельно на нее потратили триста четыре тысячи рублей то есть с армированием с бетоном с работой и так далее и так далее то есть бассейн ну понятно как бы удовольствие не дешевое но не сверх да то есть видите что как бы 300 тысяч рублей как бы не миллион понятно что мы еще будет конечно оборудование но это уже относится как бы к чистовому предпоследний этап который выполнили это коммуникации про которые отдельно был репортаж да на коммуникации вместе с материалами с работами с подрядчиком потрачено 85 тысяч рублей это и камеры охранные это и кабель это ну и все работы понятно связанные с этим как бы ну и уже на самом деле на этом этапе мы закупили материал на внешние стены да то есть это арматура это блоки и так далее все что с этим связано да на данный момент это триста девяносто тысяч рублей вот и того без учета участка на дом потрачено два миллиона семьсот двадцать тысяч рублей до что в общем то нормальные затраты и в целом как бы мы по плану укладываемся да то есть понятно плюс минус где-то мы можем сэкономить плюс ну дополнительно хотел сказать что конечно мы понятно что стараемся там где можно сэкономить там мы экономим да но мы понимаем что экономить тоже нужно разумно понятно что это проект у нас далеко не первый и мы всегда стараемся заказчиком донести момент что экономить надо там где стоит экономить да как бы это не глупо звучало но таки да то есть люди порой пытаются сэкономить соответственно каких-то важных вещах думают что как бы ну понятно что ну копеечка копеечки там рубль и так далее но дом ты строишь в любом случае как бы не на год не на 2 не на 5 и даже не на 10 и естественно в него надо разумно вкладываться да поэтому все те кто находится вот на при на этапе принятия решения да то есть подсчитывание калькуляции или соответственно заходят в стройку ну должны понимать чтобы особенно на качестве материалов не экономили ну понятно что на качестве людей тоже не стоит экономить но опять таки еще там на каких-то излишествах ну где-то плюс минус можно сэкономить да то есть где где-то нужно наоборот потратить дополнительно и что потом у тебя не болела голова допустим с коммуникацией до коммуникации понятно ты проложил и все и забыл про это слава богу там они где-то лежат работают и нормально да то есть там септик или дренаж или электрика и так далее когда у тебя уже все построено ты живешь кайфуешь и вдруг у тебя что-то происходит тебе нужно что-то там копать какие-то коммуникации опять разводить грязь опять там это все поэтому вот на этапе работ я призываю не то что не экономить и я финна как финансист конечно еще я первый наверное кто радует за экономию средств при стройке при реализации тех или иных проектов но мы как бы все разумные люди мы все должны понимать во что мы вкладываемся что есть инвестиция до инвестиция как бы естественно себя в дальнейшем окупает окупает там коммерческих проектах понятно там или если ты строишь дом для себя конечно это окупается в этом удовольствие которое ты получаешь от эксплуатации дома да то есть и какой экономии на эксплуатацию дома прежде всего то есть у тебя получается кайф плюс экономия вот от себя хотел пожелать всем удачи всем как бы прозрачных смет и достаточных финансовых ресурсов смотри я тебе предлагаю сделать немножко по-другому частично отойти от проекта архитектора я предлагаю изменить привязку окон подвигать их так как нам нужно за счет этого мы выигрываем очень много пространства значит во первых у нас поменялось периметр котельной за счет этого у нас увеличилась очень здорово ванная комната для большой семьи первый этаж это будет удобно у вас получилась очень большая сауна как ты и хотел не очень большая 2 на 3 как бы на 2 на 3 это драмы этот общий вполне возможно что можешь 2 на 2 честно для меня немножко кажется маловатым от 2 на 3 это уже прям классные друзей собрать и кого да и при этом получилось по зону она отделена отдельные двери входная зона у нас содержит окно в техническое помещение там можно запроектировать все что мы захотим такая аля свободная зона большая гардеробная под лестницей мы используем все пространство предлагаем сделать буквой г кухонную зону для того чтобы был обход со всех сторон чтобы никто себя не чувствовал где-то без общения чтобы можно было собраться опять же так же как ты хотел чтобы было много гостей можно было общаться барные стулья чтобы было удобно например при выходе зоны барбекю огромный диван телек проектор и обеденный раскладной стол это что касается первого этажа по второму этажу также с вашего же разрешения архитекторы немножко подвигали окна и фуаля мы получили четвертую спальню при этом у нас сохранилась мастер спальня с большой площадью с туалетным столиком с полноценной гардеробной и с джакузи все у нас есть и второй свет где мы можем наблюдать за гостями и в принципе встречать рассвет смотреть как у нас не только за гостями просто вот я своим заказчикам часто предлагаю если у них есть в доме второй свет в комнатах которые прилегают ко второму свету располагать туда какие-то окна потому что эти окна они завязывают пространство обстановится во первых больше света во вторых гостиная это как правило самая красивая часть дома если у тебя и спальни смотрит туда окно то ты постоянно просто радуешься кайфуешь от того какой у тебя в доме крутой интерьер вот и здесь вот ксюша она прям эту фишку применила и таким образом получается и вид на лес да то есть такой через комнату вид на лес еще и более того что красивая люстра какая-то люстра у нас будет очень красивая так хорошо получилось четыре спальни плюс хозяйская до 4 и большой санузел и большой санузел с угловой ванны и с двумя раковинами ну хорошо теперь давай поподробнее у нас на основе этой планировки готова 3d модель в которой мы сейчас рассмотрим вообще что у нас находится внутри дома какие фишки использованы как это будет выглядеть ксюша вот давай расскажи прям со входа где мы попадаем в дом ну и что дальше идет смотрите начинаем из входной группы обязательно входная группа в стекле чтобы было больше света встречает нас банкетка ну почему бы нет это дом это уютно это не гости да и просто обувь удобно снимать конечно семья большая пришел разделся за банкеткой мы видим окно большое высокая красивая это подробнее расскажет секрет после не как некоторого времени я вам расскажу что там что это такое дальше идет у нас встроенный шкаф про который мы говорили высота у него 2400 но для того чтобы смотрелось большим таким окном чтобы был эффект расширения пространства зеркальные вставки продолжены и до потолка по основному стилю дмитрий хотел чтобы был минимализма но с какими-то уютными теплыми нотками поэтому мы используем не только бетон например как вот здесь вот на палубке мы видим да то есть это декоративная штукатурка но и какие-то элементы вот дерево на потолке и также у нас оформлен коридор в процессе уже дизайн работы над дизайном у нас появилась одна дополнительная стенка это опять же плюс работы дизайнера архитектора в тандеме потому что мы сразу на 3d видим что получается что не получается что лучше добавить и пока идет стройка все эти корректировки у нас проходят безболезненно у нас здесь появилась входная зона отделенной от кухни а со стороны кухни уже получилось что мы смогли сделать навесные шкафчики барная стойка расположена таким образом чтобы было удобно проходить со стороны улице подсаживаться и например когда кто-то готовит чтобы гости могли общаться не отвлекаясь от процесса это значит получился такой перекресток семи дорог да у нас здесь вход в дом если ты приехал или уезжаешь выход на веранду в конце концов если мы просто идем в спа зону дата у нас здесь получается вот эта барная стойка что-то налить покушать перекусить она прям вот на самом перри распутье дорог вот это очень удобно удобно совершенно верно и при этом обращаем внимание что приватная зона где вот у нас обеденный стол смотрите даже отсюда его не видно и диван для отдыха у нас в стороне то есть даже без перегородок у нас есть зонирование просто расположение мебели при работе с пространством ну да то есть как бы кухня она немножко отрезает зону гостиной у нас кухня гостиная столовой она немножко оказывается сбоку таким образом создается такая приватность хотя вроде бы казалось бы тут все открыто да то есть как как этого добиться так ну как я и просил да ксю чтобы было в интерьере использована какие-то формы геометрии треугольники квадраты прямоугольники чтобы использовался бетон и при этом смотрите как классно выглядит на контрасте сочетание бетона и натурального дерева до чего-то такого холодного промышленного и прям теплого приятного при этом как классно смотрится темный цвет и мои любимые шарики я очень люблю светильники в форме шаров ну вот не знаю почему но как-то у меня сложилось что вот свет с шариком он такой более мягкий более какой-то приятный и при этом свет в форме шара он очень подходит классно для любого стиля и для минимализма и для классики для современной классики прям даже для лофта он классно вписывается поэтому вот здесь много шаров много таких форм интересных да и это классно смотрится так ну что предлагаю подвигаться дальше в гостиную у нас есть еще одна 3d вот это уже непосредственно зона отдыха в зону более приватная то есть яркий насыщенный сочного цвета диван велюры опять же чтобы было мягко и уютно очень классно сочетание жесткой опалубки бетона и как раз от мягких материалов необычной странной формы и со странной сами по себе светильники хорошая альтернатива надоевшим брайли торшер мы которые все постоянно запинаются и при этом у нас не загораживается окно здесь же кстати с этого ракурса виден второй свет с нашей богической люстрой которую тима очень хотела не мечта всегда мечтал но вот что-то никому из заказчиков она вас не заходила поэтому я и себе выбрал да и второй свет конечно это вот то о чем я изначально говорил я прям мечтаю вот прям всегда хотел чтобы было пространство чтобы был воздух и здесь это вот как раз обалденно выглядит мне очень нравится также во втором свете мы использовали очень классный гранит форме бабочки огромный крупный слэп вот тоже у нас пространство позволяет его посмотреть и опять же черный цвет но он здесь смотрится хорошо то есть он не давит не утяжеляет пространство а наоборот как хороший красивый контраст да я тоже вот люблю в интерьере как использование бабочек может быть это такая схема избитая но это всегда красиво смотрится потому что когда бабочка вот так вот раскладывается камень ну во первых сам камень по себе да мрамор или гранит он имеет вот эту глубину и когда на него смотришь ты думаешь господи как же природа красиво создает да какие-то такие творения и когда это еще раскладывается бабочкой то есть подчеркивается симметрия то это вообще очень круто выглядит ну и опять же в сочетании с деревом да я так понимаю здесь у нас находятся холодильники рядом да совершенно верно два холодильника встроенных скажем так стойка с бытовой техникой только все стройка чтобы не было грязи мы минимализмом за чистые формы мойка обязательно напротив окна и окном здесь расположили специально чтобы когда хозяйка стоит и моет посуду у нее был красивый вид и она наслаждалась процессом находясь дома даже ну в рутинных каких-то делах ну да тем более у нас семья большая мне кажется придется быть много посуду и когда находится рядом окно это все-таки ощущение да когда даже если там какие-то туи находятся что-то такое зелененькое зимой у тебя все равно такое ощущение что ты где-то на природе и ты вот там мой это посуду куда-то там мыслях улетаешь на улицу это вот очень классно да но посудомойка все равно здесь есть при этом обратите внимание мы чуть-чуть подняли окно но его там вообще раньше не было раньше окно было вот здесь но мы поняли что в гостиной много окон это тоже плохо поскольку и мебель собственно поставить некуда а площадь у нас гостиной достаточно небольшая там 53 квадрата 50 это с коридором как бы неплохо но так как у нас да коридор он входит в визуально не отделенные какими перегородками стенками то он по сути визуально смотрится как часть гостиной поэтому эти 50 квадратов они здесь ощущаются ну намного просторнее чем если бы были перегородки так вот я к чему говорю потому что мы сюда перенесли окно из зоны столовой и немножко его вот здесь видно подняли от зоны готовки от столешницы для того чтобы во-первых брызги не летели да а во-вторых можно было какой-то снизу приклеить фартук и все это легко обслуживалось то есть легко можно помыть обратите внимание на колонны очень часто люди пытаются колонны как-то спрятать сделать их кругленькими да какими-то зеркальными типа ля-ля-ля у меня нет тут ничего мы же наоборот как дизайнеры пытаемся из чего-то некрасивого или то что бросается в глаза наоборот еще больше притянуть туда внимание обыграть как будто тут специально колонна посмотрите какая у меня классная ржавая металлическая колонна в центре дома то есть но это это просто прикольные если это как-то обыграть это наоборот получается фишка они недостаток вот она собственно сама геометрия на полу да мы взяли обычную однотонную плитку с таким неким каменным орнаментом и просто ее порезали на гидрорезе под 45 градусов фактически по диагонали и уже создали на этой основе панно то есть на входной зоне у нас были квадраты по 45 и здесь как продолжение просто ну такой хаотичной геометрии в жизни будет смотреться очень классно пространство будет расширять также за счет именно диагонали вот по бюджету совсем недорого то есть гидрорез погонный метр в москве стоит в среднем 350 400 рублей я думаю каждый себе вполне может позволить кто покупает плитку там за две-три тысячи рублей квадратный метр но что интересно что имея даже одну плитку допустим в каком-то сером цвете или светло-сером или в двух цветах если вы допустим в вашей фабрике которого выбрали плитку нету какой-то красивого орнамента вы можете сами просто попилить на диагонали и замиксовать сделать такой себе хаотичный рисунок и смотрится это уже необычно авторски и ну как бы ни у кого точно такого не будет то здесь обратите внимание сам рисунок просто элементарный но создает такую какую-то динамику прям со входа нас вот это вот с этого распутья до с перекрестка семи дорог вот эти треугольнички они заводят самую красивую часть дома в гостиную и смотрится все это очень неплохо так ну что еще хотел рассказать это то что помните я вам рассказывал в архитектуре что мы с фасадов здания перетаскиваем вовнутрь путем цвета так вот откосы которые у нас на улице использованы каких-то других цветов там яркие синие зеленые они и внутри в откосе я подумал ну почему откосы всегда белые у всех почему почему люди боятся дать что-то добавить какую-то краску и так как вот стоял рядом синий диван я подумал что неплохо было бы откос сделать в синим может быть там где-то в синий а где-то другой откос залить может быть оранжевым цветом то есть ну поприкалываться со своим пространством поскольку это будет смотреться интересно круто и обязательно так делайте потому что это ну простой способ и получается достаточно авторски но тут можно посмотреть как работает то же самое зеркало напротив окна то есть вот мы видим эффект который вы добивались у нас не глухая стена у нас отражается большое наше панорамное окно и прихожей фактически не видно с этого ракурса мы можем посмотреть на второй свет здесь как раз будет видно как у нас будет окно в спальне ты имеешь ввиду там сверху да да на другую сторону другую другую но вообще хотел добавить что вот эта вот часть которая находится над зоной дивана это и есть секретная комната в доме джакузи то есть хотелось бы сделать чтобы лес который находится напротив он был виден не только из гостиной и столовой помимо этого вот видно окно которое идет в спальню на второй этаж то есть и из него тоже классный вид на лес да получается через второй свет и более того еще в этом месте находится зона джакузи и допустим когда там принимаешь ванну да там сидишь в этой гидромассажной ванне опять же открывается классный вид то есть мы получается уже из трех зон в доме сделали такую фишку и направили эти видовые точки на лес также обратите внимание перед большими окнами обычно люди не делают не проектируют никаких радиаторов да мы поэтому используем конвектор это внутрипольный радиатор который не создает помех и можно во первых туда будет выйти а во вторых он не портит внешний вид в том числе и с улицы когда смотришь внутрь дома да эти виды не образуются значит в этом месте я думаю сделать теплый пол водяной конечно же никакой не электрический часть радиаторов возможно разместить за диваном чтобы их не было видно потому что пространство большое температуру воздух нужно нагревать для этого должны быть источники тепла таких конвекторов скорее всего не хватит то что высота остекления около 8 метров да поэтому здесь скорее всего будет за диваном еще один радиатор такой большой спрятан на входной зоне тоже для сечения холодного воздуха да ну и собственно несколько конвекторов вот при выходе на веранду далее кухня так как у нас будет проживать большая семья то кухня выполнена из не из краски не из эмали а ламинированный пластик такой называется технология hpl это такой супер толстый пластик который очень сложно поцарапать убить он как правило используется в каких-то ресторанах кафе такой прям супер толстый пластик он вполне себе классно выглядит и при этом чтобы его поцарапать это надо прям очень постараться в нашем случае это большая семья поэтому необходимо вот как раз запроектировать этот материал далее мы используем в кухне видите такая полосочка это каменный шпон и для продолжения вот вот что интересно да что кухня заканчивается здесь дальше начинается зона гостиной или столовой и видите как завязана кухня и гостиная то есть мы перевязали этой же каменным шпоном как продолжение таким образом кухня она объединяется воедино и весь этот как бы архитектурный такой дизайнерский ансамбль он смотрится лаконично и при этом не выделяет на какие-то зоны что тут кухня тут гостиная все это очень смотрится целостно ну плюс рейки добавляют немножко уюта вообще в принципе дерево добавляет уюта особенно на контрасте когда дерево находится рядом с бетоном такая плитка под камень на полу вот эти кстати фасады внизу они также будут не из эмали то есть это не крашеный мдф это пластик толстый пластик который легко обслуживается можно даже подумать но надо будет единственно по финансам посмотреть потянули софт-тач потому что софт-тач это такие новые сейчас покрытия которые на пальчики не остаются вот их трогаешь какие-то жирные пятна это все очень легко моется или вообще не остается вот ну в целом вот такой вот проект ссылочку я снизу прикреплю на кулу на значит эту 3d что вы могли тоже покрутить посмотреть пишите обязательно свои комментарии если вам что-то понравилось пишите если вам не понравилось еще больше пишите да там стучите по клавиатуре что там не так ты делаешь вот мы же с вами сегодня подводим итог и значит сделаем вывод что архитектурная проектная деятельность дизайнерская деятельность инженерная деятельность очень важна потому что без архитектора дизайнера и всех специалистов невозможно построить дом ну или возможно но получится такая же коробка как у соседа да там копипаст грубо говоря с его теми же проблемами поэтому лучше все-таки вы заложить там пять процентов от стоимости строительства самого дома на проектную часть но заранее продумать все коммуникации продумать где будут находиться какие окна в конце концов просто подобрать даже мебель что потом там этот диван улез и не получилось что в большом доме некуда там кресло диван поставить или кухня маленькая оказывается кстати очень часто да ксюш у нас заказчиков такая история что приходят с большими домами готовыми домами и пытаются там как-то кухоньку там пять квадратных метров всунуть в огромный дом и реально не получается тут колонна тут окно все красиво пафосно вот такое неудобство поэтому вас призываем все-таки делать хорошие проекты предусматривать все наперед строить рассчитывать свой бюджет и собственно реализовывать свои проекты да спасибо все что помогла с проектом как всегда прекрасно я всегда очень очень нравится что ты делаешь что наша команда проектирует это очень классные проекты я же в свою очередь отправляюсь на стройку потому что завтра там будет заливаться плита и мы уже завозим блоки и начинаем возводить стены наконец-то и господи этого дождался прям бальзам на душу в общем я поехал на стройку как только я приехал сразу же взял руки рулетку и сейчас приедет миксер мы будем заливать первую часть дома и там находится у меня главный вход в дом паркуем машину выходим и заходим в дом вот с этой стороны вывоз лишнего бетона тоже стоит денег еще одни соседи не хотят со мной дружить что у нас за менталитет просто блин стыдно за людей